МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрь 24", продолжает свою работу, и сейчас коротко о главных темах этой недели. Садики открываются, в торговый центр пустят всех, а школьники, возможно, сядут за парты. На Ямале поэтапно снимают ограничения. 800 тысяч на поддержку идей. В ноябрьске предпринимателям предлагают заявиться на грант. Миллион, работа и жилье. В регион привлекают талантливых педагогов. День знаний на Ямале должен пройти в штатном режиме с первыми звонками и линейками школьников, а учебный год может начаться с уроками в классах. Об этом заявил Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях. Поделились планами на предстоящий учебный период и в окружном департаменте образования. В ведомстве делают позитивные прогнозы. Школы всех муниципалитетов готовятся к встрече учеников в очном режиме с соблюдением мер безопасности. Закупают дезинфицирующие средства, прорабатывают меры по профилактике заболеваний. На Ямале начинают работать детские сады и торговые залы. Регион переходит ко второму этапу снятия ограничений. Группы в детских садах пока заполнят наполовину, не больше 12 детей в каждый. Медосмотр перед посещением детсада обязателен. Их возобновили в поликлиниках. При этом в самих учреждениях будут строго соблюдать все необходимые меры безопасности. Появится у ямальцев и возможность вернуться в кружки и секции. Единственное ограничение – группа не должна превышать 10 человек. Возобновляется работа и магазинов с площадью до 800 квадратных метров. Но число посетителей в торговом зале не должно превышать одного человека на 4 квадратных метра. Детские сады с понедельника уже начнут принимать детей. Необходимо обратить внимание, что образовательная организация начинает работать с определенными ограничениями, которые направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь, эти изменения коснутся наполняемости групп. Каждая группа будет наполняемость не более 12 человек. В детских и дошкольных образовательных организациях будет организован утренний фильтр, будет измеряться температура, будет оцениться общее состояние ребенка, здоровье. Для того, чтобы не допустить появления в группах ребят, которые являются носителями инфекции. Ямальцы из числа нуждающихся бесплатно получат медицинские маски. В округе их раздадут больше 3 миллионов. Получат медицинские маски малоимущие семьи и граждане с низким уровнем дохода. В ближайшее время средства индивидуальной защиты отправят в 13 муниципальных образований для дальнейшего распределения среди населения. Первая партия уже поступила в Салихард, на очереди Новую Рингу и Ноябрьск. Далее остальные города и районы. Тем, кто попадает под категорию нуждающихся, придет СМС о возможности получения масок в центрах социального обслуживания. Каждый сможет получить по 60 масок на человека. Телефон для справок Ноябрьский 35 12 98. На Ямале вводится новая субсидия для предпринимателей, чей бизнес серьезно пострадал во время пандемии. Прежде всего это общепит, частные детские сады и учебные центры, учреждения спорта и культуры, кинотеатры, развлекательные центры. Размер субсидии будет зависеть от штатной численности, ее выплатят за каждого работника. Индивидуальные предприниматели без штатных сотрудников получат выплату, умноженную на 2. Максимально простым будет и механизм получения выплаты. Нужно подать заявление на сайте сохранибизнес89.рф и прикрепить скан паспорта. Полный перечень отраслей можно изучить на сайте сохранибизнес89. В этот пакет вошли финансовые меры поддержки, которые представляют собой выплату по аналогии с федеральным пакетом в размере одного минимального размера оплаты труда федерального уровня 12-130 рублей за два месяца июнь и июль. Получить деньги могут и предприниматели, которые работают в сфере IT. В городе проходит заявочная кампания на грантовый конкурс. Суммы немаленькие. Фонд 800 тысяч рублей. Деньги поделят между тремя победителями. Их можно потратить на обучение сотрудников, закупку оборудования, аренду помещений и не только. Главное требование – наличие инновационного проекта, который нужно защитить и соответствующего приложения, которое доступно к скачиванию. Заявочная кампания у нас продлится до 24 августа. В этот период необходимо подать заявку. Форма заявки, положения, информационная карта с основными требованиями и условиями к заявителям размещена на официальном сайте администрации города Ноябрьска в разделе для бизнеса под раздел «Малому и среднему бизнесу» «Финансовая поддержка». Один миллион рублей, новую работу и ведомственное жилье получат победители федеральной программы «Земский учитель». В этом году наш регион впервые принимает в ней участие. Согласно конкурсным условиям, кандидат, которому должно быть не больше 55 лет, в сентябре приедет на Ямал. Трудиться он будет в сельской школе или в городе, где численность населения не превышает 50 тысяч человек. Отработать на севере победитель должен 5 лет. Спрос на программу оказался довольно высок. Заявки в наш регион поступили от педагогов со всей страны. На одно место претендовало 17 человек. Это физики, математики, информатики, педагоги начальных классов. Именно этих специалистов в регионе сейчас не хватает. Сам лимит вакансий нам тоже определяла федерация. И вот в этом году у нас 13 таких вакансий. В 2021 году отбор пройдут 10 вакансий. И в 2022 году это 9 вакансий. Веб-дизайн и разработка, ветеринария, электромонтаж в России в эти дни проходят отборочные соревнования за право участия в финале национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия. Одна из ямальских площадок, где выступают участники Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Из-за коронавируса формат соревнований в этом году изменился. Подробности в следующем материале. Из нескольких деталей сделать качественно изделие, продемонстрировав при этом разные виды сварки. Такая задача стоит перед Артемом Иманаевым. Студент из Муравленка представляет Ямал в компетенции сварочные технологии. На кону участие в финале национального чемпионата молодые профессионалы. Четыре камеры на площадке. За всем процессом онлайн следят эксперты. В этом году впервые из-за коронавируса соревнования проходят в дистанционно-очном формате. Работаем по команде главных экспертов, которые находятся в центре управления соревнований. Если хоть одна из камер не работает, значит участник не допускается к соревнованиям. Все зоны доступны, все видно и при желании все просматривается. И естественно, это камеры со звуком. В отборочных соревнованиях участвуют 10 представителей региона. Это студенты и молодые специалисты от 16 до 22 лет. В округе состязания проходят на базе колледжей в Салихарде, на Умарингое, Таркасале и в Ноябрьске. В этом году у нас получается по компетенциям дошкольное воспитание впереди. Сварочные технологии сейчас приходят, изготовление протодипов. И физическая культура, спорт и фитнес. У нас поехали в Ханты-Мансийский автономный округ и там проходило соревнование. Участник из Ноябрьска, наша студентка, но там была площадка, которая полностью оборудована по инфраструктурному листу. Никита Ведерников, студент Ноябрьского колледжа профессиональных информационных технологий в стенах родного учебного заведения изготавливает гвозди-забиватель. Говорит, самое сложное о моделировании на компьютере. Ошибешься с расчетами, ничего не получится. Компетенцией называется изготовление прототипов. Моя задача сделать прототип сначала на компьютере, а потом уже распечатать на 3D-принтере саму модель. Готовое изделие отправят на экспертизу в Хабаровск уже точно в финале шесть молодых профессионалов из Ноябрьска. В некоторых компетенциях, к примеру, мехатронике фотографии нет отборочного этапа. Шанс попасть туда есть еще у трех представителей нашего города. Итоги отборочных соревнований подведут в 20-х числах августа. Ольга Попова, Александр Паханов, Ноябрьс 24. В 2022 году в регионе появятся два образовательных центра. Их создадут в рамках национального проекта «Учитель будущего». Один из центров будет оценивать профессиональное мастерство педагогов, другой, исходя из поставленной оценки, возьмет функцию по обучению преподавателей. Головной центр создадут в Салихарде. Его отделение появится также в Ноябрьске, на Дыме, Новом Рингое. Планируется, что педагоги смогут учиться по индивидуальному графику, который выберут для себя сами. А читать лекции им будут ведущие российские профессора. Это не будет та система курсовых мероприятий, которая сегодня существует. Например, приходит педагог, учится пять дней, получает документ. Это будет непрерывная система именно по индивидуальной траектории учителя, по его потребности, то, что ему необходимо. Методическая работа, предметная работа, проектная деятельность и много-много других направлений. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Берег Турецкий. Открывается одно из самых востребованных международных авианаправлений. Туристы из Ноябрьска пакуют чемоданы. Кедр, рябина и даже сирень в городе выращивают редкие для севера кустарники и деревья. Находка отправлена в музей. На Ямале назвали возраст мамонта, чьи останки обнаружены в водоеме. На берегу озера Светлого замечены следы пребывания искателей цветных металлов. Видео прислал нам в редакцию житель города. Мужчина рассказал, что приехал к водоему с семьей, а на месте, где они традиционно отдыхают, увидел неприятную картину. Сгоревшие покрышки, остатки изоляции от кабелей и даже подгоревшие деревья. Сколько теперь пролежат у Светлого эти кучи мусора, неизвестно. Город следит за чистотой официальных пляжей, остальной берег относится к землям лесфонда. И порядок уборки таких территорий непростой и длительный. Сначала сотрудники лесничества фиксируют незаконные свалки, вносят их в специальный реестр и только после выделения финансирования убирают. Помочь навести чистоту раньше могут неравнодушные горожане. Свалки растут вокруг города. Мы в прошлый год убирали очень много, но вот так же по государственному контракту. Но это такой мизер, конечно, по сравнению с тем, что еще осталось. И мы не успеваем. Участвуют в засырении-то гораздо больше людей, чем мы. У нас бывает акция «Чистый лес». Привлекаем и граждан, и предприятия. Скоро у нас тоже осень будет. Всем желающим, всех желающих просим обратиться. К каждому найдем кучу мусора. Уйти от ответственности за такие поступки теперь будет сложнее. В окрестностях Ноябрьска, в лесах в этом году установили фотоловушки, и они уже фиксируют нарушения. Недавно удалось запечатлеть любителей вывезти мусор в неположенное место. Сегодня поступил один материал с фотоловушек. Там видно и лицо, и машины. Везли в лес мусор. Обратно тоже уже без мусора едут. Там зафиксирована точка, координаты, где они. Надеемся, что органы внутренних дел нам помогут найти этих людей. 13 ямальских семей поедут в этом месяце на лечение и отдых в Большой Тараскуль в списке, в том числе представителей Ноябрьска. Это семьи, получившие льготные путевки. В здравнице из-за пандемии временно изменены правила заезда. Прибывающие должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, документ, подтверждающий отсутствие контакта с больными, и иметь при себе маски и перчатки. В самом санатории тоже соблюдаются необходимые меры безопасности. Оздоровиться безвозмездно могут семьи с детьми-инвалидами, детьми, состоящими на диспансерном учете, а также многодетные семьи при условии нуждаемости. Пенсионерам продлили право на бесплатное оздоровление. Те, кто из-за эпидобстановки решил отказаться от поездки в санаторий, в этом году могут перенести отдых на следующий. Это касается неработающих пенсионеров, которые были включены в список на оздоровление в 2020 году. При этом подавать дополнительное заявление не нужно. Для тех, кто отправится все же в этом году на санаторно-курортное лечение, упростили порядок возмещения затрат. Если раньше обратиться за компенсацией расходов за самостоятельно приобретенную путевку нужно было в течение двух месяцев после отдыха, то теперь подать заявление можно до конца марта 2021 года. Пока документы в соцзащите принимают бесконтактным способом. Если услуга реализована на госуслугах, то есть через госуслуги подается заявление. Если это не реализовано ни через МФЦ, ни через госуслуги, это заполняется заявление, отправляется по электронной почте. Если у кого-то, у человека, ну нет доступа в интернет и так далее, никто не может ему помочь, то это через бокс, который установлен у нас внизу, передаются документы на оформление. Границы открыты, туристы скупают путевки. Россия возобновила международное авиасообщение. Пока разрешили летать в Великобританию и Танзанию. Стало вновь доступно одно из самых популярных зарубежных направлений. Как уехать на берег Турецкий и без проблем вернуться обратно, расскажет Юлия Морева. Просмотр фотографий, выбор отеля Татьяна Шитилова погрузилась в приятные хлопоты. Несмотря на пандемию, отдых откладывать не стала. Она будет одной из первых, кто в этот коронавирусный летний сезон отправится в Турцию. Прямо за два дня решили ехать, потому что отпуск в мае мы просидели как бы в городе, никуда не ездили. Мы изначально хотели на Алтай, но потом решили с сыном, что отпуск короткий, хочется на море, все-таки в тепло. И в Турции ни разу не были, поэтому решили в Турцию. За порцию витамина Д улететь на турецкие курорты можно будет уже с 10 августа. Чартеры запустят также в регионах. Правда, они прямые, а стыковочные через Москву, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону. А туристов не потребуют ни справки о ковид-окружении, ни результатов теста. Но коронавирус все же внес формальности в перелеты. Так уже на борту попросят заполнить специальную анкету. Если вдруг при выходе из аэропорта до паспортного контроля измеряется температура, если у кого-то из пассажиров обнаружены симптомы коронавируса, то по этим анкетам уже будут отслеживаться пассажиры, которые сидели в радиусе двух метров от предполагаемого заболевшего. И, соответственно, их будет проще вычислить по этой анкете, потому что там будут указаны данные, где в Турции будут прибывать данные туристы. Тогда соседям заболевшего пассажира предложат бесплатное тестирование. В ассоциации туроператоров уточнили, какой работает алгоритм, если результат окажется положительным. В случае, если тест у соседа заболевшего человека все же окажется положительным, его, в зависимости от состояния и наличия симптомов, могут отправить либо в государственную больницу, и в данном случае, так как будет оказываться медпомощь, страховка покроет и лечение, и стоимость обратного билета, если он пропустит рейс, либо в карантин, если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения. Специалисты советуют перед поездкой покупать расширенную страховку. Опасности, связанных с коронавирусом, хоть и стало меньше, но они никуда не исчезли. Дополнительные меры безопасности ввели и в турецких отелях. На входе по стояльцам выдают средства защиты. На пляжах ограждены лежаки. Шведский стол также и претерпел изменения. Шведский стол во время завтрака, обеда и ужина обслуживается персоналом отеля и будет огражден для использования гостями. Для вашей безопасности за каждым гостем будет зарезервирован определенный столик в основном ресторане, который вы можете использовать во время вашего отпуска. Сложности отдыха в пандемию на этом не заканчиваются. По возвращению домой уже всем без исключения нужно пройти в течение трех дней исследования на коронавирус. Тесты на антитела не подойдут только ПЦР-тест. Те туристы, которые возвращаются обратно после отдыха, они обязаны заполнить особую форму на сайте госуслуг и по прилету загрузить туда результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию на портал госуслуг. Это новые требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Но возможные риски и трудности туристов не смущают. Спрос на Турцию только растет. За недолгое время эта страна вышла в лидеры бронирования, перетянув внимание с внутреннего туризма. Юлия Морева, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Стало известно, сколько детей из Ноябрьска смогут отдохнуть в Крыму в конце лета и осенью. Напомню, свои двери для двух сотен школьников готовы распахнуть сразу два лагеря. Это Мандарин и Смарт Кэмп. Первая смена начнется 15 августа и завершится 2 сентября, а вторая продлится с 5 по 23 сентября. Первый раз, конечно, мы, ребята, отправляем в сентябре на бархатный сезон отдыхать. Это впервые. Я так думаю, что не должно быть никаких у нас проблем. И педагоги войдут в положение родителей, да и родители с удовольствием тоже отправят своих детей, чтобы одни отдохнули. В этом году расширили список льготных категорий для желающих отдохнуть в детских лагерях. Так теперь поехать к морю могут одаренные дети, которые становились за прошедший год победителями или призерами различных олимпиад и соревнований, а также дети медицинских сотрудников, которые работали непосредственно с больными коронавирусом. Никакой финансовой нагрузки в этом году на родителей вообще не ложится, потому что что проживание в лагере, что перелет на чартерном рейсе туда и обратно, полностью взял на себя департамент по молодежной политике ЕНАУ. Поэтому здесь финансов никаких нет. Единственное, что, если дать какие-то карманные деньги. Но опять-таки возникал такой вопрос с премьерой. К сожалению, никаких экскурсий организовано не будет. Ребята с лагеря выезжать не будут. И поэтому денег на экскурсии им не надо. В Ноябрьске стали выращивать деревья. Новое направление решили освоить сотрудники садового центра. Сейчас там растут около 600 саженцев. В планах цифру увеличить, какие деревья выращивают на теплицах Ноябрьска и насколько трудоемкий этот процесс расскажем в следующем материале выпуска. Вот эти вот сажались месяц назад. То есть у него прирост появился буквально считайте вот 3 сантиметра 4 4 сантиметра прироста. Это хороший показатель. Четыре месяца в холодильнике имитация зимы с марта на проращивание в теплице. И вот первые кедрики из пол-литрового стакана орешков проросли пока 40 штук. Вообще не помню где это прочитала конечно, но если ты сам посеял сам вырастил кедр то тебе дерево отдает все свои силы то есть человек становится долгожителем. Ну вот и спробую. В ноябрьском садовом центре решили выращивать саженцы деревьев и если кедровые орешки купили сами у Русскинской то с рябиной все получилось случайно. Приехали на высадку на клумбу то есть нам надо было прокультивировать грунт подошли к грядке а там самосад рябинки. Такая находка нельзя было так просто перекопать. Мы решили ее забрать к себе в теплицу. Забрали рассадили получилось 550 сеянцев рябины под чутким присмотром опытных световодов прошло полтора месяца и маленьким деревьям уже нужны емкости побольше. Она не любит пересоленные заболоченные пересушенные и очень уплотненные почвы. Любит много солнца подкармливать будем конечно пока маленькая витаминки им тоже нужны как и нам. Посев черенкование обязателен период покоя как в природе. С деревьями кустарниками говорят в садовом центре сложнее чем с цветами. Про все нюансы размножения сосны знают в лесничестве в рамках окружной программы лесовосстановления раньше в этих теплицах выращивали ежегодно 110 тысяч саженцев хвойных деревьев. Труд ручной и тяжелый. Собираем шишки сушим их вынимаем оттуда семечки семечки опять обескрыливаем есть у нас лесные культуры на западноябрьском муравленковском в районе города муравленка в Ингапур и они уже переросли давно и меня. Сейчас питомника на территории ноябрьского лесничества да и всего Ямала нет, а деревья если хочется посадить их у дома разрешают выкапывать только в определенных местах. Это места под линиями электропередачи. Все мы знаем, что с определенной периодичностью деревья вырастают и начинают подпирать провода и производится вырубка этих насаждений. Чаще всего горожан интересует именно рябина. Ее в садовом центре планируют продавать уже к следующему лету. Кедры до реализации будут расти года 4. Хотят попробовать разводить и дальневосточный кедр. А еще в качестве эксперимента в теплице растут орешник и самый настоящий дуб. Ольга Попова, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. А на проспекте Мира теперь растут 15 кустов сирени. Столько же у перекрестка Муравленка Лиственная. Растения сотрудники садового центра высадили в выходные. Теперь, чтобы они прижились, их будут поливать в течение 10 дней. Это венгерская сирень, которая отлично себя чувствует в условиях Крайнего Севера. В Ноябрьске ее можно увидеть у ЗАГСа. Там кустарник растет уже более 5 лет. Прижилась сирень и у дирекции муниципального заказа и зенита. Петрушка, клубник, картофель и даже мелисса все это регулярно собирает со своего огорода 78-летний пенсионер Зигфрид Васильев. Зелень, овощи, ягоды мужчина выращивает уже не один сезон. Тему продолжит Яна Джуз. Я пришел ау-ау-ау никто. Ну, я себя оделю, что мне нравится. И вот так вот потекунку у меня и росло все. Небольшой сад уместился прямо под окнами Зигфрида Васильева. Из года в год 78-летний пенсионер высаживает здесь все новые и новые культуры. И каждый раз искренне радуется, когда растения начинают свисти. Ромашка. Дальше что? Ой, какой-то колокольчик, я даже не знаю, как он называется. Так, вот это чистотел, да? Это чистотел, да. Это тоже такая, вот, типа, вот таких, только они, она чуть-чуть другая. А дальше лук, петрушка, мята, лилии, гвоздика и даже черная смородина и клубника. Пенсионер, родившийся в 1943-м, хорошо помнит голод. Выжить во времена войны помогала земля. Все, что росло, спасало от голодной смерти. Сейчас, когда всего в избытке, Зигфрид Викторович почти ничего не срывает. Как клубнику не кушаете? Одну, две, съем, мне душа варит. Так, оставь, бабушка, оставь, бабушка, не жадничай, не жадничай, слушаюсь. Соседями Зигфрид Васильев быстро нашел общий язык. Клубнику оставляет именно жительницам соседних квартир, а те в канун зимы приносят ему варенье. На небольшом участке разместился и настоящий музей. В крохотном домике, который, кстати, Зигфрид Васильев построил своими руками, мужчина собирает сокровища прошлого. Здесь посуда, лампы, самовар и игрушки. Все, что жители соседних домов хотели выбросить. Деревянные, стеклянные, металлические и даже хрустальные. Ой, вы знаете, мне никто не верит. Со стола выйду, смотрю, кто-то плачет. Да так плачет, я подскажу, господи, раз, ой, что случилось? Меня бросили, забери меня. Говорю, господи, конечно, я забираю их, вхожу дома, отмыл и в музей. Идеальная чистота и порядок. Летними теплыми ночами Зигфрид Васильев спит прямо здесь, в своем музее. А осенью начинает готовить свой сад к зиме. На следующий сезон уже запланировано много работы. Яна Джуз, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Останки мамонта, обнаруженные на Ямале, перевезли в главный музей округа. Ученые завершили раскопки на месте, где были обнаружены фрагменты скелета. Мамонту уже дали имя, Тадибе, в честь ямальца, который его обнаружил. По словам экспертов, костная ткань очень хорошо сохранилась, все кости целы и лишь две имеют небольшие повреждения, нанесенные хищниками еще в древности. Согласно визуальной оценке, скелет принадлежит самцу, смерть которого наступила в возрасте 15-20 лет. Ученым удалось собрать череп мамонта, большую часть позвоночника, ребра, кости таза и конечностей, части кистей, фрагменты кожи. Это не первый мамонт, найденный на Ямале. Самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах мамонтята, Маша и Люба. Еще больше новостей на сайте ноябрьс24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Продолжение следует...